Уважаемые коллеги, я Долгамз Бобров-Атыпович, ассистент кафедры детской хирургии, антизиологии и реоматологии в факультете постдипломного образования Самаркандского медиаинститута. Вашему вниманию я хочу сегодня предложить лекцию по язвенно-некротическому энтроколиту новорожденного. Актуальной проблемой неотологии, которая существенно влияет на показатель заболеваемости и смертности новорожденного, является декротический энтроколит, или сокращенный НЕК. НЕК – неспецифические воспалительные заболевания, вызываемые инфекционными агентами на фоне незрелости механизмов местной защиты и гипоксичных ишемических повреждений слизистых кишечников, склонных к генерализации с развитием системной воспалительной реакции. По определению проекта НЕК – острый некротический кишечный синдром, неясный этиологии. Интенсивное развитие неотологии и аематологии сделало возможным выживание детей, родившихся глубоко недоношенными, перемешивших гипоксию в родах и имеющие признаки внутреннего трога или интранатального рефицирования, а также родившиеся с тяжелыми врожденным порохами развития желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. В подавляющей большинстве этих детей более 90% недоношенные с массой тела менее 1,5 кг, поэтому НЕК называет болезнью выживших недоношенных. По литературным данным, при этой патологии средний дистанционный возраст больных составляет 31 неделю, а средняя масса тела при рождении – 1460 г. Около 7,3% детей были доношенными и 10,5% маленькие по отношению к 30 целому возрасту. Хотя НЕК обычно начинается в первые 2 недели жизни, у 16% больных заболевание возникло сразу после рождения, в первый же день. Заболевание НЕК у новорожденных, по данным газификаторов, находится в пределах от 0,3 до 3 на тысячи детей. В странах, где уровень рождения ребеночных детей низкий, НЕК встречается реже, чуть больше 2% среди всех детей, поступающих в неотологические отделения. Согласно данным статистики, летальные исходы при НЕК составляют от 50 до 90%. Первое сообщение о НЕК, как на зоологической форме, было опубликовано в 1964 году. Первая работа, отражающая опыт хирургической лечения НЕК, появилась в печати в 1967 году. По этиологии НЕК, факторами риска являются сосудами матери, это гинекологические заболевания, чаще, острореспираторные вирусные инфекции, реже, эндокринологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, нефрологические, гепатит С, анемия, отечный синдром и ЛЭИС. Этиология НЕК мутифакторна. Основной причиной заболевания является внутриутробная хроническая гипоксия плода. Считается, что НЕК гетерогенные заболевания, и основными его компонентами являются ишемия, перенесенная в перинатальном периоде, аномальная колонизация кишечника новорожденного и неадекватный характер питания ребенка в раннем постнатальном периоде. В возникновении НЕК играет роль ненаношенность, перенесенная гипоксия в антроинтранатальном периоде, инфекционные причины, проблемы питания, наличие врожденной или наследственной патологии, преимущественно желудочно-кишечного тракта. В 80-85% случаев бактериальный спектр НЕК представлен из шерихи и колии, или клепсиол пневмоей. Возможно присоединение в 15-14% случаев протеус нейробилиз. Сроки возникновения НЕК, это они бывают ранние с первых дней жизни, и поздние, 30-99 дней жизни. Чаще НЕК развивается на 5-14 дней жизни. При самом слайде видно алгоритм патогенеза НЕК, то есть те факторы, которые приводят к развитию данного заболевания. Патоморфология НЕК. Самым ранним звеном в развитии НЕК является поражение слизистого слоя, кишечной стенки, который может прогрессировать и переходить в изъездление. Наиболее часто поражается поддушная кишка и проксимальный отдел толстого кишечника. Пневматоз кишечной стенки характерно регионологически симптомной, отмечается последствием или субсирозом слоя. По мере прогрессирования заболеваний появляется астетическая жидкость или развивается гневной перитония. Некротический процесс может в конце концов привести к перфорации. Иногда возникает гангрейно пораженных язвенно-некротическим процессом отделов кишечника. Клинические признаки НЕК можно условно разделить на системные, абдоминальные и генерализованные. Системам относятся респираторность, дистресс, апнолы, брадикардия, терморабильность, возбудимость, плохое питание, гипотензия, снижение периферической перфузии, ацидоз, аллегория, кровотечение. К абдоминальным вздутие и гиперсизия живота, рвота, порез и непроходимость кишечника, иритема или отек брюшной стенки, осып, хранилистый стук. Геноблизованные симптомы напоминают септический процесс и выражаются вялостью, гипотонии, бледностью, респираторным дистрессом, аллегорией, персистирующим сианозом и кровотечивостью. Чем больше выражены перечисленные генерализованные признаки, тем больше часть тяжести заболеваний. Стадия 1. Продраммальная. Сосаи детей средне тяжелые или тяжелые за счет неврологических расстройств, нарушения дыхания и сердечно-сосудистой деятельности. Отчетливо выражены вялое, прививысые и сосания, срыгивание во время и после кормления молоком, недоедание, аэрофагия, вздутие живота, беспокойство ребенка во время поглаживания живота при отсутствии симптомов раздражения брюшины, задержка, отрождение микрониального стула, быстрая потеря массы тела. Реминологически в первой стадии отмечается повышенное равномерное газонаполнение всех отделов желудочно-кишечного тракта с незащитным утолщением стенокишки. Стадия вторая. Стадия клинических проявлений. На пятые-девятые сутки жизни состояние ухудшается. Нарастают симптомы динамической кишечной непроходимости. Дефицит массы тела составляет 10-15% за счет дегидатации. Ребенок, кстати, плохо среагирует, с примесью желчи. Нарастает вздутие живота. Появляется локальная болезнь, чаще в правоподушной области. Отхождение каловых масс, чаще скудными порциями, и с примесью слизи и зелени. На обзорной географии брюшной полости во второй стадии отмечается повышенное неравномерное газонаполнение желудочно-кишечного тракта. Желудок вздуется с уровнем жидкости. Отмечается утолщение теней кишечных стенок за счет отек и воспаления их межпетлевого выпыта. Возникает суббукозный кистозный пневматоз кишечной стенки. К тяжелым случаям появляется газ в портальной системе печени. Сайдная третья. Предперфорация. Вырежен по резке кишечника. Продолжительность не более 12-24 часа. Состояние очень тяжелое. Вырежен симптомы токсикоза и психоза. Уполная рота желчью и каловыми массами. Резкое вздутие, болезненность и напряжение по всему животу. Пересадка вялая. Кал и газы не отходят. Анус сомкнут. При лихтанном осмотре выделяется алая кровь. Ренеологически в третьей стадии за счет гидроперитонима нарастает затягление брюшной полости. Наружный контур кишечных петель теряет четкость очертания. И заключительная четвертая стадия. Стадия развитого перфоративного перитонита. Характеризуется симптомами перитениального шока и паралича кишечника. Ренеологически свободный газ в большей полости. Пневоперитония. Метод диагностики включает в себя анонимистические данные, физикальное обследование, общеклинические анализы, обзорная рентгенография, ультрасонография. Среди предъявленных диагностических тестов наиболее постоянными и информативными являются изменения в гемограмме. Легкоцитоз или лейкопения, сдвиг лейкоформу влево, тромбоцитопения, повышение С-реактивного протеина, ацидоз, лейкровитный дисбаланс, гидроперитония, утолщение кишечной стенки, интерсоциальный пневматоз и газопортальный линоза системы по данным ультразвукового и рентгенологического исследования органов брюшной полости. Ультразвуковые исследования являются неотъемлемой частью диагностических алгоритмов, включая навороженных и глубоко недоношенных детей. Кременение ультразвуковых аппаратов с секторальными датчиками позволили диагностировать не только нормальное развитие внутренних органов и навороженных, недоношенных и немаловесных детей, но и различные патологические центральные линоза системы. Лечение НЭК. В условиях неотъемлемого центра больных с данной патологией видят два специалиста неонатолог и детский хирург, что позволяет своевременно определить показания к хирургическому вмешательству. В первых трех сайтах возможно консервативное излечение недонекротического эндероколита. Литарин составляет от 17 до 34%. Главным образом у него глубоко недоношенных детей. Селесообразные препараты уравнивающие тонусы и гетативные веносистемы. Для снижения тонуса симпатического отдела назначает пипольфен или аминазин по 0,1 мл внутрьмышечника 2-3 раза в день. Для повышения тонуса парасимпатического отдела прозрин или сырукал по 0,1 мл внутрьмышечника 2-3 раза в день. И ножка по 1 мл раз в сутки. Также назначают дробные кормления, биопрепараты, обязательная инфицированная терапия с возмещением дефицита жидкости и физиологической возрастной потребности. А также пассиндромно-симптоматическая терапия. В лечении обязательно должны быть включены это декомпрессия желудка над гастральным зонтом, полное паралитеральное питание от 3-5 до 15 суток и более. Антибиотики широкого спектра действия. Предпочтение отдается с фолосфолидом третьего поколения в сочетании с аминогликозидами. Альтернативой им является имейпенемы с имитриназолом. Именно заместительная терапия. А также используется свежая замороженная плазма из расчета 10 мл на килограмм массы тела. Переход с полного паралитерального питания на естественное сканывание расцесс длительный, многоэтапный, находящийся в прямой зависимости от тяжественных течений и стадий нег. Интернальное питание возобновляется через 3-5 дней после нормализации эвакуаторной функции желудка, генологической картины и членовидных клических симптомов дисфункции желудочно-кишечного тракта, что обычно происходит обычно 10-12 днём от начала заболевания. Начиная с инсилированной воды или раствора глюкозы постепенно следует переходить на смеси разведённых 4 раза. При достижении 50% объёма интернеральной водой смеси от общего объёма жидкости следует переходить на разведение 1-2, а затем 3-4 до полного объёма. Таким образом, полно-энтеральное питание и естественное скамерование и в заключение переносное естественное скамерование. Учитывая требования к смеси, применяемой в качестве нейтрального и искусственного питания, а также тот факт, что на фоне длительной антибактериальной терапии часто развивается тяжелый дисбактериоз и вторичная недостаточность, особенно после тяжелых реконструктивных операций, рекомендуется использовать в качестве первой смеси безлактозной и гиполактозной смеси типа нутри миниген, нутри соя, альпен, альфа-ре, тегис-мил, минотал и другие. Это позволяет значительно уменьшить процесс брожения в кишечнике, улучшить переваривание и всасывание ингредиентов. Оперативное лечение показано в случае перфоративного перитонита и на стадии предперфорации, если в ближайшие 6-12 часов интенсивной терапии отсутствует положительная динамика. Абсолютные показания кооперации – пневмоперитонию, обнаружение при пальпации кишечного конгломерата, выявление фиксированной кишечной петли, скопление газов в системе портальной вены или термо брюшной стенки. Относительно показаний кооперации, вторая или третья стадия МЭП при прогрессирующем ухудшении состояния и невозможности добиться улучшения консервативных методов, а именно нарастающая тромбоцитопения, нарастающая ацидоз, покраснение и соаноз передней брюшной стенки, напряжение живота на фоне ухудшения состояния, не поддающаяся консервативному лечению, динамическая кишечная непроходимость, непроходящее растяжение петель кишечника, несмотря на декомпрессию в течение 6-8 часов, лигидность мышц передней брюшной стенки, тяжелые желудочно-кишечные кровотечения. Виды оперативных решательств спринной Операция выбора считается выключением пораженного отдела кишечника путем наложения энтрастомы на здоровый вышележащий отдел. После выздоровления реконструктивную операцию выполняют через 1-2 месяца. Обширная резекция кишечника, способность которого сомнительно следует избегать. Иросекальная заслуха должна быть сохранена, если это только возможно. Сохранение длины кишечника достаточны для дальнейшего роста и развития. Наиболее безопасно оставшуюся после резекции жизнеспособную кишку вывести на брюшную стенку в виде двухконцевых стон вместе или отдельно. При наличии изолированной единичной перфорации желательно вывести именно этот участок. Перличный ансамнос может быть наложен в следующих случаях. Когда поражение кишечника локализовано и не захватывает дистальные отделы, в частности поперечную ободочную кишку. Если перфорация произошла недавно и изменения в брюшной полости ограничены при поражении верхних отделов кишечника и соответственно нежелательности наложения высокой стоны. Первичное перитомиальное дренирование показан и с успехом применяется при крайне тяжелом и критичном состоянии больного, когда энтеростомия не может быть выполнена из-за тяжелых состояний. После стабилизации состояния проводится повторная санация и энтеростомия. На данном слайде видно это НЭП, который осложнился перфорацией подручной кишки, разъятым гноникаловым перитомитом. И сущность данной операции было выведение пораженного участка кишки в виде стомы. В данном слайде представлен ребенок, поступивший в крайне тяжелом и критичном состоянии. У него был диагноз перфоративный перитоминое товорожение и поступил он в состоянии перитомиального шока. Ему была проведена палеоактивная операция, лапаросинтез. Этапы данной операции представлены на слайде. Позднее осложнение НЭК – это повторное развитие некротического энтероколита. Позднекротический стеноз может развиться в 20-25% оперированных. Тон в кишечной свечи, синдром коротой кишки, синдром маль-арсосу. Профилактика некротического энтероколита. К антинатальной профилактике относятся предупреждения преждевременных родов. В случае невозможности их предупреждения следует проводить профилактику респираторного дистресс-синдрома. Глюкокортикоидами. Поскольку у невыночных детей, матери которых получали передотами глюкокортикоидную терапию для ускорения созревания с фрактата, частота возникновения значительно ниже. Важным профилактическим моментом НЭК является соблюдение правил ведения энтеральной нагрузки. При малых объемах питания следует избегать перераменного применения гиперосмолярных лекарственных препаратов. Повышение защитной функции кишечника следует добиваться назначением так называемого трофического питания, предпочтительным скаринным грудным молоком, содержащим многочисленные факторы защиты и создающим благоприятные условия для развития лактофлоры. И назначением эубиотиков в больших дозах одновременно с началом энтерального питания. Превентивное применение энтерального курса генетомицина в цели деконтаминации, которая раньше широко применялась по данным некоторых авторов, вызывает более тяжелые формы дисбактериоза. Благодарю за внимание.